Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Угроза паводка сохраняется. Городские спасатели и коммунальщики взяли ситуацию на особый контроль. Лучшие в профессии. Молодого предпринимателя Анапчанку Юлию Смирнову отметили в числе лучших в крае на награждении главы Кубани. Что такое счастье? Простые ответы на сложный вопрос мы получили от жителей нашего города в Международный день счастья. Рабочую субботу Сергей Сергеев провёл на производственных площадях винозаводов «Суко». Имущество обанкротившегося предприятия «Русская лоза» выкупил винный дом Абрау-Дюрсо. Сейчас на территории и в цехах идёт работа. Готовится к запуску крупное винодельческое производство. Реализацию крупного инвестиционного соглашения, подписанного в рамках российского экономического форума в Сочи, на деле оценил глава курорта. Дать вторую жизнь предприятию несколько лет назад признанному банкротом – результат инвестиционной деятельности городских властей. На территорию зашёл бизнес с серьёзным намерением – возродить крупное производство. Этот аккорд на Абрау-Дюрсо купил в том году, в 16-м году, в июле месяце. Но сейчас самое главное – восстановить запуск работы, запуск тихого дня. Уже приобрели картофоры. Целевая база у вас расчёт на Абрау-Дюрсо, да? Смотрите, мы покупаем активы «Русской лозы» именно по земельным участкам. Также будем поднимать их виноградники, сбор и как первичка. Очень важно, что найден инвестор, который заинтересован в сохранении основной деятельности предприятия. Ведь есть с чего начать и где развернуться. Мы здесь собираемся производить шампанский винный и винный напиток. Приобрели резервуар длительного хранения – это СО2. Производственные площади и оборудование, так и не успевшее показать себя в деле, по сути, стартовый капитал. Имеющиеся реанимируют, докупят современную технику и пойдёт работа. Всё отечественное, самое лучшее мы приобретаем – это Тамбурский комсоволец. Это вот будет шампанский комсоволец. Также сюда станет ликёрка. Здесь будут ещё производиться винный напиток газированный. Пока идёт процесс лицензирования, в цехах тестируют линии по розливу продукции. На первом этапе объём производства составит полтора миллиона декалитров в год. Это два миллиона бутылок. В планах выйти на мощность в 20 миллионов бутылок в год. Здесь линия двухтысячная – это именно то, что линия русской лозы. Уже она практически готова к производству. Вот уже наша сила. Мы её уже прогнали. Как только мы получаем лицензию, мы уже готовы начать воздушных кихих вин. Модернизация оборудования делается с расчётом на первичную переработку винограда. Сырьевая база частично будет создана на сельхозугодиях, принадлежащих винзаводу. На высадку молодого виноградника направят 350 миллионов рублей. В завершении встречи глава Анапы ещё раз говорит о социальных обязательствах нового собственника. Это выплата долгобывшим работникам русской лозы, новые рабочие места и налоги. С появлением предприятия «Вторую жизнь» получит бывший ведомственный посёлок Киблерово. Здесь есть микрорайон, многоквартирные дома. Когда будет крупное предприятие, промышленное, работа, они 100% возьмут на себя социальную ответственность. С одной стороны крупное производство, с другой новый туристический объект под всемирно известным брендом Абраудерсо. Открытие ресурсного центра «Доступная среда» в Анапе можно смело считать одной из главных новостей. Впервые в Краснодарском крае нашлись желающие помогать тем, чьи возможности ограничены. Помощь будет многогранной и разноплановой, но главное – ремонт оборудований и инвалидных колясок, дающих этим людям максимальную свободу передвижения и участие в жизни общества. У каждого из этих колясочников есть своя личная история, когда электрооборудование и их транспортного средства неожиданно давало сбой. И ты один на один со своей битой в незнакомом городе. Меня тащили волоком. Мы искали на протяжении месяца, кто бы мне ее поремонтировал. Так мы ничего и не нашли. И через полгода мы узнали, что здесь Алексей Юрьевич открыл этот центр. Конечно, для нас сейчас это просто супер. Почему? Потому что вот буквально три месяца назад мы ехали с мужем по улице. У него точно так же одна сторона электрики заблокировалась. Куда бежать? Что делать? Как у нас некоторые говорят, звоните в МЧС. Ну вы же сами понимаете, ну что МЧС делать? Ну приедет она, притащит, а дальше? Большой удачей считает Юлия Баринова из Хабаровска, что в Анапе сразу же познакомилась с Алексеем Головлевым, который занимался ремонтом колясочного оборудования. Вот эту коляску, на которой я сейчас нахожусь, и она единственная, в которой я в принципе, вот с того момента, как я встала с постели, пролежала я в ней почти семь лет. Это первая коляска, в которой я смогла сесть. И подобрали мне ее именно здесь, именно Алексей Юрьевич, потому что до этого я брала у него на прокат. Когда у меня не было вообще ни одной коляски, мне ФСС еще Хабаровского края, я в Хабаровске жила, выдала коляску с ручным приводом. То есть, учитывая мои руки, я не могла ей не то что сесть, а двинуться им сантиметры, и даже сесть в нее из-за физиологии моего заболевания. Поэтому открытие такого центра, куда можно обратиться и инвалиду, и предпринимателю, и санаторию, создающему пляжи и территорию по параметрам доступной среды, жизненно необходимо. Символично, что курортный город с этой инициативой оказался первым в Краснодарском крае. Позиция главы города, что наши люди, которые имеют определенные ограничения в физических возможностях, должны пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет наш город. Поэтому сегодня есть и пляж, куда можно приехать, сегодня много доступных объектов. Но очень много работы еще предстоит впереди, и в этой части, я думаю, что ресурсный центр будет под спорьем. Рабочая неделя главы Анапы начинается с приема по личным вопросам. Сергей Сергеев принял Анапчан, по каждому обращению дал поручение подчиненным службам. Суть многолетнего спора с соседкой посвятили главу Анапы жительницы дома на Пионерском проспекте 85. Девять семей хотят оформить участок под домом в общедалевую собственность. Мешает незаконное строение. На территории нашего участка, общедалевого, одна из жильцов нашего дома выстроила четырехэтажную постельницу. А она как построила? Без разрешения? Без согласия. Без разрешения. А в какие годы это? Это было 2000-е годы. На руках у заявителей есть решение судов, вплоть до Верховного. У приставов исполнительный лист на снос самостроя, но результата нет. Сергей Павлович поручил начальнику правового управления внимательно изучить историю вопроса. Максим Сергеевич готов к приставам отношения, потому что... А Светлана Владимировна пусть рассмотрит, каким образом мы можем сфортировать участок при наличии объекта на участке. Объекта самостроя, который, если верить заявителям, есть решение суда его сносит, вступившую в законную силу. Жительница села Субсек в главе с вопросом об асфальтировании участка дороги на улице Гагарина. У нас улица идет с первого номера. Это я на шестом доме живу. А начали асфальтировать. А с советской дошли до 27 номера и бросили. То есть от 27 до 1 дома. Столочные колдобины и грязь. В этом районе идет активное строительство. Если уложить асфальт, его разобьет строительная техника. Тем не менее, меры будут приняты, говорит Сергей Сергеев. Владелец массива должен взять на себя часть работы. Прощай, выясняйте, кто продавал эти деньги. Обяжите хотя бы их, чтобы они отсыпали. Или я не знаю. Им на сегодняшний день, чтобы не обманывать людей, вот этот остаток от 27 номера, там грядирование и отсыпку твердым камнем. А так сделано? Ну я видел. Грядер должен. Сейчас посмотрим внимательно. Сделаем тротуар. Пусть он будет метр двадцать, но он будет... Там есть... На прием главе Анапы можно записаться в отделе по работе с обращениями граждан. На Крымская, 99. Все оперативные службы спасения и специалисты коммунальных служб находятся в состоянии полной готовности. Обильные осадки вызвали повышение уровня воды в реках. К примеру, в Суко выпала месячная норма. В Анапе случаев подтоплений не зафиксировано. Но прогноз неутешительный. Дожди не закончились. Городские спасатели начали работать в поселке Суко, как только расцвело. Датчики показали резкое повышение уровня воды. Чтобы проверить данные системы контроля, выехали на место. Мы проверили уровень воды, что подмостовое пространство свободное. Поднялись выше по течению. Проверили еще два моста. Один на Киблерова, один на озеро Суко. Тоже там подмостовое пространство посмотрели. Сходили на берег моря. Посмотрели, что устье реки чисто. И вода, как говорится, беспрепятственно поступает в море. В Суко выпала месячная норма осадков. Основная опасность – сход воды с гор. Спасатели проверили систему оповещения сиренов и радиовещания. На данный момент опасности нет. Дожди пока закончились. И подъем воды остановился. На настоящий момент, по нашим оценкам, мы с учетом складывающего прогноза погоды не прогнозируем дальнейшего ухватчения обстановки. Но мы готовы к нему. В случае чего у нас есть места для экстренной эвакуации населения, в общей сложности у нас может попасть от 120 до 130 человек под эвакуацию. Место у нас уже определено. Это здравница «Электрон». Поэтому каких-то проблем с этим мы не видим. Но здесь будет находиться в постоянной готовности оперативная группа, которая будет незамедлительно принимать решение уже без учета складывающейся обстановки прибытия из города сюда. То есть здесь люди будут принимать решение уже непосредственно на месте. В самой Анапе подконтрольных специалистов находилось несколько проблемных участков. Это улицы Северная и Садовая. Там потоплений зарегистрировано не было. По прогнозу синоптиков дожди не закончились. Спасатели круглосуточно мониторят ситуацию по уровню воды на водных объектах. А сотрудники коммунальных служб приведены в усиленный режим работы. Одновременно контроль и мониторинг ситуации проводятся во всех сельских округах. Люди труда. В это воскресенье профессиональный праздник отмечали работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Накануне в Краснодаре губернатор Кубани награждал лучших специалистов края в своей профессии. Одна из них – молодой предприниматель Анапчанка Юлия Смирнова. Десять лет назад Юлия выбрала профессию парикмахера и теперь не только радует жителей города креативными прическами, но и обучает молодежь этому искусству. Счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой, говорит предприниматель Юлия Смирнова. Пройдя путь от парикмахера-стажера до профессионального мастера-стилиста, она сегодня с удовольствием делится секретами красоты с молодыми специалистами. За три года сотни человек прошли через ее мастер-классы. Еще в детстве она решила делать людей красивыми. Тренироваться начала на куклах. Подстригу куклу, обрежу волосы, спрячу под кровать, чтобы мама не ругалась, а то еще могу получить за это, спрячу под кровать, жду, пока отрастут волосы. Волосы не отрастали. Ну и так пошла я сразу после школы на парикмахера в 17 лет отучилась, сразу пошла работать непосредственно. Работала каждый день, два выходных в неделю было, стригла, стригла. Люди приходили, возвращались. За два года она работала клиентскую базу, около 40 человек. Шесть лет назад Юлия решила создать собственную фабрику красоты. Так и родился салон парикмахерская «Вегас». Именно здесь рождаются самые креативные и смелые прически. Здесь же ведет свою работу школа стилистов. Ученики – не просто новички своего дела, это уже практикующие специалисты. Здесь длинная прядь, а тут уже будет короче, потому что если мы же такую длину срежем, это прям будет как раз для лопатки. В штате у Юлии семь человек – самые талантливые ученики. Это специалисты высочайшего класса, которые в совершенстве знают все секреты парикмахерского искусства. Как признается руководитель, скучные и стандартные прически – это не их профиль. В этой мастерской принимают самые смелые решения. Стрижка – это не самое основное в нашей профессии, самое важное отношение к клиенту. То есть пришел человек, встретить его, посадить в кресло, узнать, какую хочет стрижку. Если что-то с волосами не так, дать совет. Мы проходим, получается, уход за волосами, работа с клиентом. И уже потом стрижка. У нас по моему списку, когда я начинаю обучать, стрижка на пятом месте. Это после встречи клиента, обсудить, что он хочет, как хочет. Все вот эти нюансы, чтобы именно делать, как человек хочет. Кроме бизнеса, Юлия Смирнова активно участвует в социальных проектах. На протяжении восьми лет является благотворителем школы-интернат в поселке Суворово-Черкесске. Подстригает и мотивирует детей в выборе профессии. Сегодня она мечтает открыть благотворительную школу стилистов, где дети из малообеспеченных семей всего Краснодарского края будут проходить обучение и постигать уроки красоты. Сегодня во всем мире отмечается Международный день счастья. Как относятся к этому празднику горожане и гости курорта? По желанию и что делает их счастливыми в материале нашей съемочной группы? Для меня счастье – это когда есть вторая половинка. От этой второй половинки есть как минимум один желанный ребенок. Ну а максимум – это уж как Бог даст. Отношения, наверное, с близким человеком – самое счастье, которое, наверное, может быть. Все остальное явно не материальное, не вот это. Они не приносят вообще ничего. Если нет души покоя, нет рядом близкого человека. Остальное все пустое. Когда все хорошо, спокойно, на душе, то это и есть счастье. Когда ничего не беспокоит, нет волнений внутри, нет переживаний. Когда все здоровы, дети здоровы, родители живы, здоровы, наверное, тоже счастье. Чтобы дома все хорошо было, чтобы все здоровы были, чтобы с дочкой все хорошо было. Я считаю, что если люди будут верить в себя, то все в них получится. Потому что ту, ну как это так сказать, сказку, что ли, в которую я надеялся, что она может исполниться, но до конца не верил в юные годы, она исполнилась вот после 40. Изменения в личную карточку ребенка по желаемому детскому саду можно внести до 1 мая. С мая начнется комплектование списков, которые появятся в общем доступе с 1 июня текущего года. Как рассказали в городском управлении образования, база данных единая для всего края. У специалистов на местах нет возможности влиять на место ребенка в очереди. Она формируется автоматически на основании заявлений родителей, которые они пишут через многофункциональный центр. Независимо от возраста, главная точка отсчета – дата постановки ребенка в очередь. Далее все зависит от числа желающих устроить ребенка определенного возраста в те или иные детские сады. Очередь может как уменьшаться, так и увеличиваться. Как ты один раз зафиксировался в этой электронной базе, единожды? Вот какого числа встал от такого числа, все изменения и происходят в электронной карточке ребенка. У кого-то льгота появилась, а льготой не было в семье, ну стала, например, семья многодетной. Или папа или мама пошли служить в полицию и так далее. То они заявляются об этом через многофункциональный центр с приложением подтверждающих документов. Программа их ставит в льготную очередь, ну то есть очередь одна, но льготные детки, они впереди, детей в общей очереди стоят. И они по этой же уже дате постановки, в которой они в общей очереди стояли, они в льготной оказываются. Они тоже кому-то могут поменять позицию. Более 200 тысяч рублей собрали жители города-курорта в рамках краевой акции «Я с тобой», организованной фондом «Край добра». Средства пойдут на нужды детей, которые страдают онкологическими заболеваниями. В акции принимали участие неравнодушные горожане, в том числе предприниматели и волонтеры. Молодежные активисты сдавали кровь. Собранная в этом году сумма в разы больше прошлогодней. Вклады на обчан отметили организаторы. Были объединены усилия, как санаторно-курортного комплекса, учреждения торговли. Различные предприниматели активно включились в эту работу. Но нельзя сказать о нашей социальной сфере. Это управление культурой прекрасно подключилось к этой работе. Учреждения откликнулись на этот зов и приняли участие. Управление образования прекрасно отработало. Управление по делам молодежи. Также я хотела бы отметить и транспортный цех наш. Когда предприятия такси, маршрутное такси, они стали активными участниками, понимая, что здесь равнодушных людей быть не может. Полученный опыт анапчане используют уже в ближайшие недели. После старта акции по сбору средств для детей с нарушениями слуха. На них будут закупать внешние и внутренние слуховые аппараты. Предстоящий марафон приурочен к Пасхе. Сотни неравнодушных жителей города-курорта выходят на субботники. Как говорят координаторы органов территориального общественного самоуправления, работы ведутся в ежедневном режиме. Те, кто желает принять участие в уборке города после зимы, может обратиться в квартальный комитет, к старшему по дому или просто к соседу. Можно собрать мусор, побелить деревья и посадить цветы перед своим частным домом. Выходить на субботник призывают известные горожане. Стало доброй традицией ежегодно прибираться в доме, в нашем городе, принимая гостей. Мы постоянно должны содержать город. А молодежи пока следовать за старшим поколением тоже. Но они всегда инициаторы у нас. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова